This conference will now be recorded. This conference will now be broadcast on all of the people. Of course, with regard to their characteristics, their motivation, their motivation and so on. Today we will talk about the overall factors that motivate everyone. If you are interested in the webinar, please tell me about it and I will do this webinar. We will talk about the individual aspects. I see that we have more people in the same way. I will tell you a little bit about our center. Who taught us, I will tell you. Who taught us, we will be familiar with you. And then we will talk about our topic. Our center in this year is 29 years. It is 28. 10 ноября will be the day of birth. We have more than 1 million выпускников and more than 250 teachers. One of the teachers is my name. My name is Olga Yurimov. This is my regalia. I am a member of the National Association of Cadres. I am a certified specialist in the field of cadres management. I am a candidate in the field. My tenure is even about 30 years. I work in the Goodwill movie. I was 22 years in Japanese. I have been here, in our hospital. I do certification in material training. I am doing courses on the�趣 anlamperе. I am movementário. I work in the field of academic tasks for班ers. I am a tutor to study Сегодня, филосу and training marathonen. I am a student resource. ImISTENT you will, honestly, I was studying post Вас. более 15 лет, и курируют HR-клуб специалисты. Вы можете найти наш HR-клуб ВКонтакте, Facebook, Instagram, Telegram. У нас замечательный администратор Светлана Брыксин, на ней все держится. И если у кого-то есть желание помочь нашему клубу, тоже что-то написать, какие-то посты разместить, пожалуйста, не стесняйтесь, обращайтесь, мы всегда рады новым авторам. Также я консультирую слушателей-выпускников по вопросам управления персоналом, публикуюсь в профессиональных журналах, на специализированных сайтах. В личном кабинете вы можете найти адрес моей почты корпоративной, пишите, я всегда отвечаю. И в социальных сетях мои контакты тоже имеются. Пожалуйста, приходите, будем с вами общаться на профессиональные темы. Ну и не только на профессиональные. Всегда всем рада. Почему наш центр выбирают так много людей? Потому что, во-первых, у нас есть гарантия качества. Во-вторых, мы гарантируем результат, у нас только самые лучшие преподаватели. В-третьих, у нас гарантия сохранения средств организации. Это для корпоративных клиентов. У нас гарантированы расписания, которые разрабатываются на год вперед. У нас уже есть расписание на следующий год. Если вы захотите выстроить свой график обучения, пожалуйста. Ну и, конечно же, гарантия безопасности. Вот сейчас, например, мы все в масках, в перчатках. И если у слушателей нет маски и перчатки, то, конечно, мы выдаем все это совершенно бесплатно. Так что не бойтесь, приходите. К тому же, у нас есть очное обучение. И очное обучение либо групповое, либо индивидуальное. И тогда нужны маски и перчатки. Можно онлайн подключиться. Тогда этих требований современности не нужно. Вот сейчас вы все удаленно, дистанционно подключились. Есть у нас еще направление микролернинг. Микролернинг. Очень заочное обучение и открытое обучение. Если вас заинтересовали какие-то формы обучения, можете обратиться к нашим менеджерам или ко мне. И мы с удовольствием вам все подробно расскажем про формы обучения. После окончания наших курсов, поскольку у нас не высшее учебное заведение и не среднее учебное заведение, а дополнительное профессиональное обучение, слушатели получают разные документы. Либо свидетельство центра специалистов, либо удостоверение о повышении квалификации, либо диплом о профессиональной переподготовке. Если вам интересно узнать подробнее об этих документах, также мы приглашаем вас обратиться к нашим менеджерам, либо ко мне, я тоже могу вам рассказать. Более подробно пишите, обязательно все расскажем. Ну а теперь, собственно, чем мы сегодня будем заниматься, о чем будем говорить. Пять факторов, которые мотивируют команду проекта. Сегодня мы с вами узнаем, что такое мотивация, ну или вспомним скорее, да, что демотивирует команду проекта, почему не всегда срабатывают зарплатные факторы, что повышает мотивацию и оказывает влияние на эффективность проекта, как оценить уровень текущей мотивации команды проекта. Я вам сегодня предложу одну формулу, и если вам интересно, мы можем сегодня же рассчитать вашу внутреннюю мотивацию по этой формуле, и я прокомментирую, что это означает. Так что дождитесь пятого пункта, и посчитаем уровень нашей мотивации. Шестой вопрос, где можно подробнее узнать о мотивировании команды проекта. И в конце, когда я закончу, буду отвечать на ваши вопросы. У нас семинар длится 45 минут, я планирую примерно 30-35 минут уделить информации, и затем отвечу на ваши вопросы. Вместе с тем, если у вас возникает вопрос по ходу, вы можете писать в чат, и я посмотрю, если я смогу сразу отреагировать, я отвечу на ваши вопросы. Если нет, то в конце, когда закончу материал, я обязательно пролистаю чат и посмотрю, что вы написали, отвечу на все ваши вопросы. Более подробно о команде проекта, в том числе и об управлении командой проекта, вы можете узнать на нашем курсе, который называется «Управление командой проекта. Роль и компетенции руководителя проекта». Здесь я оставила вам ссылку. Курс 16 академических часов, и ближайшие даты – это по субботам, 14 и 21 ноября, с утра до вечера, с 10.00 до 17 часов 10 минут, в учебном комплексе «Таганский», «Таганская», «Пролетарская». И второй вариант – это по вечерам, тоже по субботам, но это очно-заочное обучение формат, 28 ноября и 5 декабря, с 18.00 до 21 часа, на Белорусско-Савеловской. Форматы очные и дистанционные. Можно дистанционно подключиться, либо очно приехать. Надеюсь, что к тому времени еще будет все хорошо, нас не закроют, не выгонят на дистанционное обучение. Так что очники могут приехать. Программа этого курса, всего 4 модуля. Мы говорим о планировании команды проекта, о наборе, развитии и управлении командой проекта. Этот курс отличается тем, что он очень практикоориентированный. На этом курсе мы даем инструменты, при помощи которых руководитель проекта, так и, собственно, и любой руководитель, сможет управлять своим коллективом. И сегодня один из таких инструментов я вам тоже покажу. Еще хочу напомнить, что всем участникам сегодняшнего вебинара мы дарим практический курс по применению технологии диск в рекрутинге. Стоит он около 10 тысяч рублей, но мы вам его дарим при полной оплате дипломной программы специалист по подбору персонала со знанием инструментов HR-аналитики рекрутера. Вот такой подарок приготовил наш рекламный отдел. Ссылка имеется, подключайтесь, забирайте свои подарки и в течение двух дней с даты вебинара. Сегодня 20... Что-то они дату неправильно писали. Двух дней, это значит сегодня у нас 12, значит это будет у нас 13. 12 и 13. Вот два дня. Итак, начинаем. Что такое мотивация? Очень часто я слышу такое от руководителей и руководителей проекта в том числе, что надо бы вот как-то мотивацию работника увеличить, улучшить, или там система мотивации, или что-то еще. Но на самом деле это не совсем корректно, потому что звук пропал, Лада пишет, звук пропал. Напишите, пожалуйста, плюс, кто меня слышит. Ага, слышим. Хорошо, хорошо. Значит, коллеги, все вернулось. Коллеги, если у вас пропадает звук, я всегда спрашиваю, слышат ли меня все остальные. Если все остальные слышат, значит все хорошо. Я сейчас нахожусь в нашем комплексе, у нас тут хорошо работает интернет, поэтому с моей стороны не должно быть проблем. Я вас попрошу, если плохой звук, вы, пожалуйста, выйдите из вебинара и зайдите еще раз. Это занимает несколько секунд, но зато вы можете решить эту проблему. И в крайнем случае, если уж совсем так получится, что вы не сможете посмотреть, то запись будет представлена, и поэтому не переживайте, вся информация у вас обязательно будет. Итак, продолжу свою мысль о том, что мотивация и мотивирование, стимулирование – это несколько все-таки разные понятия. Давайте вместе посмотрим, что это такое. И одно из определений мотивации от латинского «двигаю» или от французского «побуждение» – это внутренний процесс. Мотивация всегда внутри наших работников. А стимулирование – это внешний процесс. Раньше стимулом или стимулюс называли палку, которой погоняли животных, скот. Это всегда внешнее побуждение. Мы же будем говорить скорее о мотивировании, наверное, персонала, системы внешних условий, запускающих внутреннюю энергию. Вместе с тем, мотивирование и стимулирование дают толчок внутренней мотивации. Поэтому вот эти факторы, о которых я буду говорить, они запускают внутреннюю мотивацию. И мы сейчас посмотрим, что же это за факторы. Итак, мотивирование персонала – это система внешних условий, запускающих внутреннюю энергию сотрудников для достижения цели проекта. Что демотивирует команду проекта? Поэтому вопросы есть много различных исследований. В частности, одно из исследований провела команда HACE Group в России и выяснилось, что людей демотивирует несколько основных факторов. Как вы думаете, какие? Напишите, пожалуйста, в чате. Как вы думаете, что больше всего демотивирует людей? Признание, отсутствие признания, вижу. Так, какие еще варианты? Равнодушие. Отсутствие результата. Спасибо. Непонимание целей. Неизвестность, неясность целей. Спасибо большое. Но вот я не вижу, чтобы кто-то про деньги написал. Нечеткое распределение обязанностей. Отлично. Не ощущает себя части команды. Отсутствие обратной связи. Отсутствие перспектив. Вредное начальство. Да, я согласна с вами. Отсутствие оценки. Отсутствие лидера. Вот вы молодцы. Мне очень нравится, что у нас такая замечательная аудитория. Хотела сказать я совершенно без... Не ориентированной на деньги. Но тут же увидела такую фразу. Разница между вкладом и ценами. Но если под ценой иметь в виду оплату, то да. Да, на оплату. Поняла. На самом деле вы близки к истине, что в основном демотивируют не материальные факторы, а именно нематериальные. Ну вот давайте посмотрим. Результат опроса. На первом месте некомпетентный, неэффективный управленческий состав компании. На втором месте недружелюбная корпоративная культура. На третьем личность руководителя. Может быть вы слышали такое выражение, что уходит не из компании, а от руководителя. Вот личность руководителя действительно очень большую роль играет. Ну и отсюда, опять же, руководитель, наверное, создает команду и корпоративную культуру в том числе. Конфликты с коллегами дальше идут и отсутствие возможности карьерного роста. Вот что демотивирует команду проекта. Теперь нам нужно понять, а что же будет мотивировать команду проекта. Потому что если мы говорим о том, что в настоящее время люди могут работать не только в команде, они же могут работать удаленно, например, на проекте. Ну и опять же, сейчас пандемия многие на дистанционной работе. Поэтому недружелюбная корпоративная культура, допустим, или конфликты с коллегами, здесь они сводятся к нулю практически. Но что-то все равно остается. И вот это что-то давайте будем разбираться. Когда человеку что-то не нравится, он ищет себе другого работодателя. Он пишет заявление об увольнении, приходит к руководителю, кладет заявление и говорит, вот я хочу уволиться. И руководитель для того, чтобы удержать этого человека, что он обычно делает? Вот по вашей практике. Если бы вы были руководителем, что бы вы сделали, чтобы удержать ценного работника? Денег дает, а она пишет. Так. И другие ответы. Если согласны, напишите, пожалуйста, плюс. Так, спросить причину, а дальше как получится? Меняет функцию, отпуск. Отпуск, хорошо, да? Почему уходит? Рассказывает о важности проекта, обсуждении, в чем причина, по-хорошему выясняет, что случилось. Провожу беседу, выясняем. Отлично. Но, к большому сожалению, вот прям вот грамотная аудитория попалась, просто приятно. Подписывает заявление, тоже вариант, кстати, обсуждает, что можно изменить. Но многие совершают ошибку и предлагают денег, но деньги не всегда срабатывают. Деньги, почему не всегда срабатывают зарплатные факторы? Потому что деньги – это гигиенические факторы. Есть гигиенические мотивирующие факторы. И в свое время Фредерик Гертберг разработал вот такой подход. Гигиенические факторы – это базовые факторы, без которых человек вряд ли будет работать, и на проекте в том числе. Например, заработная плата или, например, отношения в коллективе – это все базовые такие факторы. Близость к дому, например, если для него это принципиально и так далее. А мотивирующие – это то, что над ними, над стройком. Ну, например, угрожает черным списком. Это я читаю наш чат, прям замечательный чат с чувством юмора. Люди, ну да, действительно, это так. А вот то, что вы пишете о важности проекта, да, вообще золотые горы вижу. Так, выясняет причину. Вот это хорошо. Мотивирующие факторы – это признание успеха и так далее. И вот как, по мнению Фредерика Герцберга, это располагается. Если гигиенические факторы имеются, то человек на это реагирует нейтрально. Ну, например, он работает на проекте, мы ему за это платим какую-то сумму, которую обговорили. Все замечательно. Но если эту сумму мы вовремя не выплатили, задержали, то у человека не удовлетворенность. Итак, если гигиенические факторы присутствуют, все замечательно. Если отсутствует, человек очень-очень расстраивается. Как работают мотивирующие факторы? Например, признание, успех, творческая работа, самостоятельность в работе и так далее. Когда они есть, то нет, сначала нет. Когда их нет, то это как-то нейтрально действует. Мы особо не переживаем, правда? Если нас каждый день по головке не гладит и не говорят, ах, какой ты молодец, ты сегодня опять пришел вовремя на работу. Да еще так много поработал, целых 8 часов. И даже задержался на 5 минут. Прям супер. Мы так не думаем. Поэтому если у нас нет мотивирующих факторов, то мы совершенно спокойно к этому относимся. А вот если эти факторы есть, тогда у человека вырастают крылышки. Если руководитель хвалит, или дают самостоятельность в работе, или вдруг появляется творческая работа, человек очень радуется этому. Поэтому, если мы хотим, чтобы наши члены команды проекта работали активно, были удовлетворены, были мотивированы изнутри, то в этом случае действует только мотивирующий фактор. Гигиенические работают по-другому. Они базовые. Они должны быть по определению, и все. Точка. Итак, переходим к мотивирующим факторам и посмотрим, что больше всего повышает мотивацию и оказывает влияние на эффективность проекта. Первое – это разнообразие навыков. Итак, я сейчас перечислю 5 факторов, а потом мы по формуле рассчитаем с вами уровень вашей внутренней мотивации. Поэтому, кто хочет посчитать уровень своей внутренней мотивации, послушайте, пожалуйста, внимательно, что означает каждый из этих факторов, потому что нам в формулу надо будет подставлять вот эти факторы. Итак, разнообразие навыков. Что это означает? У каждого человека есть некие навыки. И чем больше он имеет возможность использовать эти навыки в работе, тем больше он будет мотивирован, тем больше он будет удовлетворен. Ну, например, кого мы возьмем пример? Ну, давайте возьмем руководителя проекта. Руководитель проекта много чего умеет. Он умеет планировать работу проекта, он умеет набирать команду проекта, он умеет мотивировать, организовать работу, он умеет контролировать. Ну, такой молодец. Все он умеет. Но когда ему дают проект, особенно часто это бывает в государственных структурах, там, где присутствует линейно-функциональная организационная структура, и вот тогда он из полного, он не может проявить полностью все свои навыки. Ну, например, ему дали команду проекта, в результате дали, значит, описание, что нужно делать, значит, он уже не планирует проект, он не набирает команду проекта, мотивация, мотивирование у него тоже в определенных границах, ну, контролировать, наверное, может он, да, и так далее. То есть получается, что из всех вот этих разнообразных навыков он использует только часть из них. У него нет полномочий на другие какие-то навыки. И это, конечно, не в полной мере его мотивирует. Давайте посмотрим, что еще повышает мотивацию. Второй фактор – это целостность работы. Что значит целостность работы? Это означает, что, давайте опять же, на том же самом примере менеджера проекта, что он может от начала до конца участвовать во всем во всем бизнес-процессе, начиная с обсуждения с заказчиками особенностей проекта и заканчивая сдачей проекта и доработкой. Вот от начала до конца. Если же менеджера проекта привлекли где-то посередине, сказали, что мы уже все сделали за вас, да, теперь нам только быстренько всех отмотивировать, и все, и вы свободны. То есть поставили перед фактом, что команда проекта не мотивирована. Давайте быстренько что-нибудь придумайте для того, чтобы они все хорошо работали. И больше, собственно, вы нам тоже не нужны, мы как-нибудь сами справимся. Вот здесь целостность работы не в полной мере представлена. И человек, который подключается на каком-то этапе, он чувствует некую незавершенность. Ну, во-первых, он уже пришел в данном случае, который я привела, к развальным, и он не имеет возможности что-то там сделать, да какие-то рычаги надавить, потому что целостность работы он подключился позже, да, не с самого начала. Ну, и в конце тоже он не видит, чем все это закончится. Что-то он делал-делал, как-то там выстроил систему мотивации, но он не знает, чем все закончится, сработает она или нет. И это, конечно, тоже не очень мотивирует. Третий фактор – это значимость работы. Значимость работы конкретного человека для проекта. Если мы спросим менеджера проекта, как вы считаете, вы значимы для проекта? Вообще без вас проект может работать? Один скажет, да, значимость на 10 баллов, а другой скажет, ну так, значимость баллов на 3 по 10-балльной шкале, потому что спонсоры постоянно вмешиваются, что-то меняют, и, в общем-то, меня никто не спрашивает, да, и я слова не имею, поэтому моя значимость не очень. Или наоборот, да, без меня никуда. То же самое может сказать любой член проекта. Ну, например, программист. Один программист скажет, да без меня проект вообще не будет существовать, потому что на мне все держится. А другой программист скажет, ну да, я один из членов команды проекта, ну не я, так кто-нибудь другой. То есть, когда мы говорим о значимости работы, мы говорим о том, как сам человек очень субъективно воспринимает значимость своей работы, своего вклада в проект, в конкретный проект. Далее. А, автономность, независимость. Автономность или возможность самостоятельно принимать решения. Сейчас многие сотрудники у нас на удаленке работают, и вот если у них есть возможность самостоятельно принимать решения, это здорово, потому что каждый раз связываться через технические средства с руководителем, дергать его, да, это не очень удобно. Да, собственно говоря, точно так же, как и когда мы работаем в офисе, все вместе, за каждым вопросом ходить к руководителю или к старшему товарищу, наверное, это не очень удобно. Люди себя не очень неудобно чувствуют и отрывают других от работы и так далее. Поэтому, чем более автономно и независимо будет работа конкретного человека в проекте, тем больше он будет эффективен. следующее это обратная связь. Здесь речь идет о внутренней и внешней обратной связи от руководителя проекта, от коллег, от клиентов внутренних и внешних. Именно наличие обратной связи. Причем это может быть как положительная обратная связь, так и отрицательная. Я в чате видела был один из ответов, что демотивирует. Демотивирует равнодушие. Вот действительно больше всего человека демотивирует игнорирование его как работника, как человека. Итак, мы с вами перечислили пять факторов. Значит, разнообразие навыков, то, что я умею делать, могу ли я это применить. Целостность работы, вот он бизнес-процесс, на каком этапе я подключаюсь, на всем бизнес-процессе или только частично. Значимость работы, вот то, что я делаю, насколько это важно или не важно для проекта. Автономность, могу ли я самостоятельно принимать решения в рамках своих полномочий и обратная связь, главное, чтобы не игнорирование. И сейчас мы посмотрим на схему, вот я специально подготовила вам такую схему, как это работает. Мы здесь перечислили с вами основные характеристики труда, разнообразие, сложности или цельные задачи, значимые задачи, автономия и обратная связь. Так вот, если это все будет представлено и человек может это использовать в своей работе, то дальше это все переходит в эмоциональное мотивационное состояние. Во-первых, он понимает, что он делает, осмысленность работы. Во-вторых, он отвечает за то, что он делает, за свой участок работы. В-третьих, он понимает, как он работает, что ему нужно изменить в случае негативной обратной связи. Почему я говорю, что негативная обратная связь так же хороша, как и позитивная. При позитивной вырастают крылышки, при негативной надо критику принимать конструктивно и понимать, что я делаю не так, чтобы исправить это. и что происходит на выходе. А на выходе повышается трудовая мотивация и удовлетворенность своим трудом. И вот исходя из этого, если мы рассчитаем с вами уровень внутренней мотивации человека, то мы поймем, насколько он мотивирован. Итак, я достаточно подробно постаралась вам объяснить, что обозначают эти пять факторов. А теперь, собственно, та самая формула, которую я обещала, это параметры внутренней мотивации по Хакману и Олдхаму. Именно они разработали эту формулу. Что нужно сделать? Вам необходимо по десятибальной шкале оценить каждый из предыдущих перечисленных факторов и подставить формулу, а затем посчитать. И формула выглядит вот таким образом. Внутренняя мотивация человека равна разнообразие навыков плюс целостность работы плюс значимость работы разделить на три. То есть мы находим среднеарифметическое значение из этих трех факторов. затем идет произведение умножение. Умножаем на автономность самостоятельность принятия решений и на удовлетворенность от обратной связи. Получаем мы ее или нет. Еще раз напоминаю, что она может быть внутренней или внешней, положительной или отрицательной. В зависимости от этого мы и будем более или менее мотивированы. Вот. Я попрошу эту формулу записать, кто хочет посчитать. Попробуйте рассчитать. Я пока дальше пойду, рассказывать. А вы самостоятельно посчитайте и потом, если хотите, можете написать свои результаты в чате. А мы их обсудим. Ну, собственно, не сейчас начнем уже обсуждать, но чтобы у вас было понимание, как с этим работать. Итак, мы сейчас на себе посчитаем, а потом можно предложить любому человеку оценить по десятибальной шкале все эти параметры и затем уже самостоятельно посчитать по формуле и иметь какое-то представление. Вот, Елена уже посчитала, отлично. Сейчас посмотрим, что это за значение и Светлана посчитала. Слушайте, у вас хорошее значение, мне нравится. Итак, значит, я надеюсь, что вы формулу переписали или сканировали, чтобы я дальше могла идти. Ну и давайте посмотрим результаты. Вот два результата я уже вижу, мы можем прокомментировать, остальные посчитайте самостоятельно. Вот, еще один результат вижу. Послушайте, у нас такая мотивированная команда собралась сегодня. Меня прямо это радует. Ну, собственно говоря, это понятно, потому что если бы вы были не мотивированы, вы бы, наверное, не интересовались подобными вебинарами. Итак, как же работать с... Да, Анна, у вас да, я тоже задумалась бы. Давайте посмотрим результаты, что с этим делать. Итак, результат. Если у вас получилось до 200 баллов, пока я не вижу в чате, чтобы до 200 баллов было, поэтому это хороший результат, в смысле у вас хороший результат, до 200 баллов, это очень низкий уровень мотивации, и, как правило, на этом уровне человек уже ищет работу. в другом проекте, хочет уйти от нас, что-то вот его не удерживает у нас. Что именно сказать нельзя пока еще, вот по этой формуле. Хотя можно прокомментировать, проанализировать те баллы, которые он присвоил каждому из этих факторов, и, исходя из этого, уже сделать какой-то вывод. О, Лада, тоже хороший вариант, хороший результат у вас. Далее, от 201 до 300 баллов, это норма. Нам хочется, чтобы большинство людей находились в этой норме, и вот я смотрю, в чате у нас есть такие люди, которые находятся в той самой норме, несмотря ни на что, и это здорово. Далее, от 300, от 1 до 700 баллов, это оптимум мотивации. Что это означает, сейчас поясню. Ну, от 700 баллов, и такой ответ у нас тоже есть, к сожалению, до 1000 баллов, максимальное количество баллов, это 1000, это перемотивация. Теперь давайте посмотрим, что же все это обозначает. Сейчас мы видим на графике, что если отложить по вертикали уровень эффективности, вот уровень эффективности, чем выше, тем выше эффективность, и по горизонтали уровень мотивации, то это будет происходить примерно следующим образом. Вот человек работает на каком-то низком уровне эффективности, и нам надо, чтобы он лучше работал. Тогда мы находим кнопку у него и начинаем на нее давить. Опять же, как найти кнопку, если не знаете, но вам интересно, напишите, и я подготовлю вебинар именно про кнопки. Мы, значит, нашли мотивационную кнопку, начинаем давить, человеку очень это все нравится, что мы делаем, да, мы как-то вот угадали, что ему нужно, вот, и он лучше работает. Значит, мы, вот, увеличиваем мотивацию, он лучше работает, еще увеличиваем, еще лучше работает. Анастасия интересна про кнопки. Спасибо. Тогда подготовлю обязательно такой вебинар скоро. Да, хорошо. Следите тогда за нашими рассылками, сделаю в ближайшее время подобный вебинар. Вот, он лучше, лучше работает, всем интересно. Хорошо, спасибо. и дальше вдруг на каком-то этапе, смотрите, видите, называется оптимум мотивации, вдруг все останавливаются, вот, рост эффективности останавливается, и дальше он только падает. Вопрос, почему так происходит. Если вот эту шкалу разделить на баллы, а именно до тысячи баллов, значит, там, где пересекаются они, это 0 баллов, максимум это 1000 баллов, то у нас получается, что точка невозврата приходится примерно на 500 баллов, да, на уровень 500 баллов. Тысячи разделить на 2, вот, на половину. Да, совершенно верно. Сергей, вы правильно написали, что человек перегорает при мотивации, при мотивации. И вот здесь уже, сколько бы мы на эту кнопку не доели, она работает. Человеку нравится, и он хочет работать. Но вот тут появляется уже чувство тревоги. Если до 500 баллов, даже до, скажем, 300 баллов, где-то вот 200-300 баллов, у него интерес к работе есть, ему интересно все, что творится, он с удовольствием работает, то на уровне 500 баллов он уже теряет интерес, он просто выгорает. Человек может работать 7 дней в неделю, 24 часа в сутки, но он не может работать 8 дней в неделю и 25 часов в сутки. А здесь как раз это и происходит и на физическом уровне, и на интеллектуальном, на эмоциональном, на каком хотите. То есть здесь страшная вот эта история, потому что это может привести даже к физиологическим заболеваниям различным. То есть уровень стресса настолько велик, он же хочет лучше, но у него уже нет ресурсов, у него не ресурсное состояние. Так вот уровень стресса настолько велик, что человек может просто заболеть. Алексей Безжестов, человек не может работать 24 часа в сутки? Вы знаете, может. Я знаю людей, кстати, они есть у нас в чате, которые работают по 24 часа в сутки. Ну правда, недолго, но так пару-тройку дней, видите, они пишут, что могут. Отправить в отпуск? Совершенно верно. Так вот наша с вами задача понять, на каком уровне находится наш ключевой сотрудник. Понятно, что если проект небольшой, людей немного, тогда, наверное, мы можем для всех это просчитать. Если проект очень большой, в котором задействованы тысячи людей, то мы выбираем ключевых работников и рассчитываем их внутреннюю мотивацию и работаем именно с ними. И если мы понимаем, что у него уже перемотивация, у него не ресурсное состояние, наша задача сохранить этого человека любыми способами. Это отпуск, это может быть даже отстранение от этого проекта и подключение чуть позже к другому проекту, либо что-то еще. Иначе мы его потеряем. Либо он уйдет на другой проект, потому что у него уже сил нет, он выжит, как лимон, ну, либо просто уйдет. Вот. Нам этого допустить нельзя. Итак, еще раз напомню, как это будет выглядеть. Вот они основные характеристики труда, которые мы подставляли в формулу. эмоциональное, мотивационное состояние положительное, если все это на высоком уровне, на среднем уровне получается, да, и на результат на выходе. Мне нравится, что очень, да, индивидуальный подход, я согласна, очень эта тема с 24 часами работы заинтересовала нашу аудиторию, это здорово. Ну что ж, если у вас главный баланс, да, я согласна, баланс нужен во всем, это называется гармония, еще древние греки об этом говорили, да, нельзя отправить руководителя в проект отпуска на старте проекта, конечно, нельзя, пусть помирает, да, мне жалко, мало ли этих руководителей проектов. Нет, ну, конечно, надо заботиться о человеческом ресурсе, потому что это гусыня, который несет золотые яйца, зачем же нам терять гусыня, правда? Итак, я еще раз напоминаю, что если вам интересны подобные инструменты и вообще подобные темы про проект, например, то мы приглашаем вас на 16-часовой курс, который называется «Управление командой проекта. Роль и компетенции руководителей проекта», который состоится уже скоро. Ну и давайте, да, онлайн есть такой курс, можно подключиться удаленно, есть. И в открытом обучении он тоже идет. Кто знает и любит открытое обучение, пожалуйста, подключайтесь. Вот сегодня у меня как раз была группа. Итак, мы узнали, помнили, что такое мотивация, что демотивирует команду проекта, посмотрели опрос, выяснили, почему не всегда срабатывают зарплатные факты. Здесь мы вспомнили Фредерика Герцберга, его гигиенические и мотивационные факторы. Выяснили, что повышает мотивацию, назвали пять факторов, а именно разнообразие навыков, целостность работы, значимость работы для проекта, автономность и независимость и обратная связь. Посчитали по формуле, как можно оценить уровень внутренней мотивации по Хакману и Олдхэму. И где можно подобрать, узнать о мотивировании, где подробнее можно узнать о мотивировании команды проекта. Я сейчас отвечу на ваши вопросы, если они имеются. Вот Лада пишет, что спасибо за слайд, тут что до формулы. Я даже заинтересовалась, какой... А, вы имеете в виду... Вы имеете в виду, наверное, схему, да? Так, Анна спрашивает, как часто надо замерять мотивацию. Это зависит от многих факторов, но я бы, наверное, в зависимости от проекта. Если проект длительный, то хотя бы раз в полгода замерять. Если он короткий, там два-три месяца, ну, я думаю, что тут даже замеров особых не надо. Хотя, если вы в чем-то сомневаетесь, эти замеры можно сделать в любое время. В начале проекта, в конце. Напоминаю про подарки участников вебинара. Вот, кстати. Еще один вопрос. Можно ли вылечить перегоревшего человека? Конечно, можно. Конечно, обязательно. Это можно обязательно... Этим нужно заниматься. Вот. И еще один вопрос про презентацию. Презентацию я уже загрузила в вашем личном кабинете. Кроме того, здесь я... Вы можете зайти в личный кабинет, посмотреть. Давайте я сейчас тоже проверю. То, что я загружала точно. Вот. Давайте выведу на экран. Вот ваш личный кабинет. Вот семинар «Пять факторов», который мотивирует команду проекта. И вот, пожалуйста, можете скачивать. Презентация не в PowerPoint, а в PDF, чтобы вам легче было смотреть картинки. Ну, она полегче. И на YouTube, в нашем канале «Специалист ТВ» вы сможете посмотреть запись. Через некоторое время наш менеджер выложит и сможете посмотреть. Поэтому, если есть какие-то вопросы, пожалуйста, задавайте. У нас ровно три минуты осталось, и я готова ответить на ваши вопросы. Ну, если вопросов нет, вы можете со мной связаться по почте. Моя почта у Светлышева, собакоспециалист.ру. А все организационные моменты можете решить по телефону, указанному здесь, и по почте инфо собакоспециалист.ру. Можно ли сделать вебинар про перегорание? Можно. Можно сделать. Я себе запишу. А что именно вас интересует? Я записала, что следующий вебинар у нас будет про кнопки, мотивационные, да, кнопки. А про выгорание, что именно интересует? Потому что надо посмотреть, смотря с чьей стороны выгорание, со стороны работника или со стороны руководителя. То есть руководитель должен отслеживать вот это выгорание и работать с ним или сам работник понимает, что он выгорает и что ему нужно делать. Стем, спасибо большое. Как вылечить выгоревшего? Как вылечить? Ну, хорошо, я поняла. Спасибо. Вас интересует еще эта тема. Я записала себе, что следующие два вебинара. Да, как работать с перегоревшим обе стороны. Только отдых, пишет Алексей. Абсолютно верно. Для начала это отдых, потому что это базовый фактор, да, и мотиваторы. А потом уже все остальное, конечно. Сменить работу. Нет, торопиться менять работу я не рекомендую. Ну, давайте об этом мы поговорим с вами в следующий раз. Отдых не всегда помогает. Это правда. Или ненадолго, да. Ну что, спасибо большое. Не допускайте перегорания, пишет Лада. Всем удачи. Я согласна с Ладой. Присоединяюсь к ней. Всем самого-самого хорошего всего. Я всегда на связи. И до новых встреч. Спасибо большое. Всего доброго. До свидания.